Спасибо большое, Александр. Мы с радостью принимаем эту самую эстафету и говорим всем добрый-добрый вечер. Знаю, что соскучились наши болельщики по хоккею. И сегодня мы в очередной раз в этой студии познакомим вас еще ближе с одним из наших хоккеистов. Мы рады приветствовать в нашей студии уже во второй раз нападающего «Динамо». Приветствуем Вячеслав Грецкий. Здравствуйте. Слава, привет. Слава, значит, я вообще хочу задать тебе первый вопрос. А что это ты за усы себе отрастил? На мне сказали надеть все. В смысле надеть? Это же известный вообще тренд в мировом хоккее. Месяц, ноябрь, хоккеисты носят усы. Да и не только хоккеисты, если на меня посмотреть. Дима тоже. И зубы рабро с усами. И сегодня многие на нашем матче в усах, потому что, ну вот такая традиция в ноябре. Только мне ты зажал. А я с ними похожа на Антонио Бандераса. Не дыши. Я хотел сделать все, чтобы из нас троих хоть один человек был больше похож на девушку. Так, значит, Слава, мы в прошлый раз с тобой много говорили о том, как ты пришел в хоккей, о твоих тренерах, о партнерах. Сегодня не будем касаться таких тем. Очень расслабленный эфир. И у нас есть несколько сюрпризов, которые тебе уверен понравятся. Но прежде мы зададим тебе несколько вопросов, ведь после нашей последней беседы прошло уже больше месяца. Смотри, две победы подряд. Без отдыха. Это, конечно, впечатляет. Расскажи, что изменилось в тренировочном процессе за время международной паузы? Ну, часть игроков поехала в сборную, получала практику игровую. Те, кто остался, очень усердно работали, чтобы, когда все соберемся вместе, дать тот результат, который все от нас так ждут. Ну, что, было больше тренировок или так же? Там одна в день или каждый день или не было выходных? Как это происходило? Выходных не было. Была одна тренировка, но очень такая тяжелая. Интенсивная. Ну, можно так сказать. Хорошо. Вообще, после недавних кадровых решений, которые последовали перед международной паузой, стоит заметить, что это абсолютно точно эффективное решение, учитывая, что мы выиграли две из двух игр без перерыва, поменялась рассадка игроков в раздевалке. Почему это случилось? Ну, не знаю, чтобы, как объяснил тренер, это делается для того, чтобы мы стали больше ближе к друг другу. То есть, скажем, общались не только с теми, кто рядышком сидит все это время, а уже, скажем так, с новыми лицами, можно так сказать. Ну, чтобы ближе становились друг к другу и поднималась такой командный дух, атмосфера. И кто рядом с тобой? Никто. Отлично. У тебя отдельное место. То есть, правильно я понимаю, что тренеры будут часто менять рассадку, чтобы игроки менялись рядом друг с другом? Ну, это, я не знаю, это пока первый раз, поэтому дальше посмотрим. Хорошо. Мы еще не видели на льду Дэнни Тейлора. Какое он, в общем, впечатление производит в общении, в тренировочном процессе? Ну, очень хороший вороталь, как я думаю, что очень много работает, работает на льду очень много, работает в ней, да. Ну, так позитивный. Всегда приходит, говорит, здорово. А, по-русски, да? Здорово, да, со всеми здоровается. Научили его. Научили. Ну, это здорово, когда такая атмосфера. Ну, конечно. А сейчас мы попросим тебя усесться в кресле поудобнее, потому что, скорее всего, то, что ты увидишь на экране, тебя немного шокирует. Да, конечно. Это очень тяжело, столько лет жить со сознанием того, что где-то за океаном у тебя есть близкий человек, которого ты ни разу не видел. С возрастом ты понимаешь, как важно быть рядом со своей семьей. Нет, конечно, я видел записи игры этого парня, он отлично играет в хоккей. В такие моменты я понимаю, что это гены. Я знаю, что его зовут Вячеслав, и он тоже играет под 99-м номером. Можно сказать, что он продолжает наше семейное дело. В такие моменты я чувствую себя счастливым. Я смотрю на него и вижу себя. Я очень хочу встретиться с Вячеславом, чтобы понять, что он за человек. Возможно, я помогу ему попасть в НХЛ, у меня здесь есть друзья. Уже сейчас видно, что этот парень может побить все мои рекорды. Да, он может переписать историю. Я прошу каждого, кто смотрит это видео, распространить его как можно дальше. Если вы лично знаете Вячеслава, передайте, что я жду его в Канаде, чтобы показать ему наше семейное владение и познакомить с другими родственниками. Я верю в силу интернета и в то, что мы сможем воссоединиться. Слава, я понимаю, что это для тебя шок, очень волнительно. Как ты прокомментируешь это все? Нет слов. Ну, без комментариев. Друзья, это жаль, вы не видели его реакцию, первую реакцию. Вообще, какие ощущения, что ты чувствуешь? Сложно сказать. Ну, это было весело, а вдруг поможет. Слушай, Слава, мы должны записать твой ответ для Уэйна. Дело в том, что он сейчас смотрит нас из Лос-Анджелеса в прямом эфире «Беларусь 5». Очень ждет какой-то твоей реакции. Мы потому что обещали, что найдем тебя, пригласим в студию. Человек переживает. Скажи что-нибудь для Уэйна Грецкого вот на ту камеру. Сложно что-то говорить. Приезжай. Все. Это так трогательно. Я обязательно сниму репортаж, когда ваша встреча состоится. А пока предлагаю посмотреть нашу традиционную рубрику «Ассоциации». «Авангард». «Река Иртыш»? Нет. «Ястребы». «Шевченко». Он же там работает. «Балашиха» с «Балашей». «Балашиха», «Омск». «Ястреб». Команда очень сильная. Ну и все, «Ястребы» какие-то там. «Финал Кубка Гагарина». Хорошая команда. «Арена разваливающаяся». Новая арена, которую строит. «Стась». «Транзен». Ну, так, когда «Динамо» только пересекалась, когда в детстве ходил на матчи. Только так. Болел за наших, но «Авангард» очень красивую игру всегда показывал. Ой, там гостиница прям рядом с катком, буквально вот в шаге. Поэтому особо там ничего не видел. «Арена» хорошая. Слава, у нас сегодня в студии есть поздравительная рубрика. Мы бы хотели предлагать тебе разные поводы и просим тебя по этим самым поводам поздравлять виновников разных торжеств. Кроме того, тебе нужно будет каждому из них подарить один подарок с нашего стола. Какой подарок и кому, ты будешь решать сам. Вот. Ты готов? Конечно. Хорошо. Вчера был день рождения Вани Дроздова. 20 лет. Ну, Ваня, с юбилеем. Забивай побольше. Возвращайся в «Динамо». И какой подарок? Кепку. А почему мы Ване дарим кепку? Да пусть ходит, я не знаю. Пусть вспоминает про «Динамо». Да, пусть ходит одетым. Хорошо. Сегодня день рождения Шейна Принца. 27 лет. Шейн, нам нужна сегодня победа, поэтому ждем от тебя хит-трик. Что дарим Шейну? Ему брелок, чтобы всегда «Динамо» было с ним. Ну, очевидно, на кепку он сам заработает. Вчера у Миши Стефановича родилась дочка. Миша, поздравляю, чтобы дочка была здоровой, чтобы радовала вас, и чтобы все были счастливы. И по такому случаю? По такому случаю мы подарим шайбу. Подарим Мише шайбу. И сегодня день рождения, и сегодня не день рождения, а родилась двойня у Саши Павловича. Ну, желаем всего то же самое, что и Миши, только в два раза больше. И дарим вымпел. Вымпел как раз можно как бы разделить на двое. Повесить, да. Да, повесить и все. Над двойной вот этой вот колясочкой. Хорошо. Мы вернемся в студию после короткого перерыва, а сейчас прервемся на рекламу. Вы знаете, у нас традиционный конкурс в студии. Мы попросим Славу прямо сейчас оставить автограф на этой шайбе. Слава, ты это уже делал. И зададим вопрос нашим болельщикам. В нашей группе ВКонтакте задача ответить на этот самый вопрос. Рядом написать свое место, трибуну, ряд, на которой вы сидите и поддерживаете «Динамо». Это принципиально конкурс для тех, кто рядом с командой на арене. Вопрос такой. В ворота какой команды Вячеслав Грецкий забросил шайбу на чемпионате мира У-18? Очень простой вопрос. Слава прекрасно помнит эту шайбу. Она была забита в меньшинстве. И сборная тогда выиграла. Мы, в свою очередь, будем завершать. Приглашаю всех, кто находится в клубной зоне, в зону для фотографирования и автограф-сессии со Славой. И после чего отправляемся смотреть матч. Наша студия прощается с вами до следующего домашнего матча. И мы с удовольствием передаем слово коллегам в параллельную студию. Александр, пожалуйста.